Я вас, быстрее считаю! Обычный учебный процесс в 40-й гимназии. В школе говорят, что сейчас снизилось количество больных ОРВИ, многие учителя уже переболели ковидом, поэтому новость о переносе итогового сочинения для 11-классников здесь многих удивила. Теперь оно пройдет не в декабре, а в апреле, в единый день по всей России. Несмотря на то, что каждый регион, каждая школа болеет коронавирусом по-разному. Вот это решение, я так думаю, что связано с тем, что в масштабах страны разные регионы обращаются в оборнадзор, с тем, что вот им не хватает времени для того, чтобы подготовиться, что они были на дистанте. С моей личной точки зрения, конечно, это решение, наверное, какое-то компромиссное. Думаю, что никто ведь не знает, что будет 5 апреля 2021. Итоговое сочинение – это допуск 11-классника к ЕГЭ. И чиновники Рособорнадзора решили, что сочинение не должно стать источником заражения. Хотя, по идее, дети и так каждый день приходят на уроки. Морально они уже были готовы к сочинению, была готова школа. Мы не можем говорить о конкретно взятом регионе. Мы сегодня говорим о ситуации в стране в целом. Поэтому у нас, как правило, единый день проведения сочинения, единый день проведения экзаменов. И сегодня уже предварительное расписание экзаменов есть. Мы вот этими сроками каждый регион сам по себе варьировать не может. И это несмотря на то, что после осенних каникул школам разрешили самим принимать решение – выводить детей или оставаться на дистанте. В Краевом Минобре нам сказали – зато единый день сочинения должен дисциплинировать учителей и школьников. Мы просто себе создаем больше каких-то проблем, мы больше нагнетаем, благодаря тому, что это буквально перед экзаменами, перед ЕГЭ будет. Лучше было бы его провести в декабре, потому что в апреле будет явно не до него, потому что обычно в это время ученики больше делают уклон на профильные предметы для сдачи ЕГЭ. Поэтому я думаю, что лучше было бы провести его сейчас. Сейчас в Краевом Министерстве образования ждут официальные документы о переносе сочинения. Пока известно, что оно пройдет не раньше 5 апреля. А школьникам только и остается, как подстраиваться под новые реалии. Кстати, в Минобре не исключили, что в следующем году, так же, как и в этом, ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собрались поступать в ВУЗы. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком.